Ну что, можно поздравить вас с новосельем? Да, да, новосельем. Мы начали в своем историческом корпусе, в своем доме, Долговое. Мы тарелись, что называется, по разным зданиям. Ну, слава Богу, подходит к концу история реконструкции здания Гнесинки. Закончена работа на трех корпусах, исторические корпуса, которые не просто реконструировались, а, собственно, проходила реставрация школы. И в ближайшее время закончатся строительные работы по еще одному корпусу, который, собственно, позволит увеличить площади практически в три раза. Это уже будет другая совсем по объему, по качеству музыкальная школа, современная, с современным оборудованием. Сколько у вас было закуплено рояль и канин? Около ста, наверное, да? Да, 96 инструментов, только клавишных. При этом это инструменты беспрецедентная покупка для России, в принципе. По такому количеству стенвеев? Да, по такому количеству стенвеев нет ни одного учебного заведения в России. Но такого учебного заведения, как Гнесинка, нет не только в России, но и в мире немного. Мы готовим детей, чтобы они защищали честь Москвы, страны, на международных конкурсах. Именно на таких инструментах они должны учиться. Да, если они защищали честь и были первыми, несмотря на трудности с материальной базой, то я думаю, что сейчас успехи должны быть еще лучше. Будем стараться, чтобы они возрастали. И потом у нас увеличивается площадь учебная, не только по специальности, но и по общеобразовательным предметам. Они смогут, ребята, изучать химию, физику в нормальных условиях. Там же будут специально оборудованные кабинеты, где они могут делать опыты, ставить. И вот это все создает абсолютно уникальные условия, поскольку это все находится в одном месте. И не нужно ездить в разные места, как это было другое. Ну и часть помещений будет приспособлена под общежитие. Да, кроме того, мы сможем помогать детям, которые живут под Москвой или на новых территориях Москвы. Москва сегодня огромный город стал. И многие хотят иностранные граждане у нас учиться. Почему бы нам не оказывать платные услуги в этом смысле? Но не в ущерб нашим российским и московским детям? Нет, конечно. Просто интерес к преподаваниям в России настолько велик и уровень преподавателей наших в России настолько высок, что многие иностранные ребятишки хотят учиться у нас. Но лучше пускай они к нам ездят, чем наши преподаватели будут ехать туда. Хорошо, Михаил Сергеевич. Поздравляю вас с новосельем. Я надеюсь, что еще один корпус, конечно, будет завершен успешно и в следующем году поступит в полное ваше распоряжение. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Успехов вам. Всего вам доброго. Спасибо.